В дежурную часть Уссуриска продолжают поступать заявления граждан о том, что мошенники действуют от лица сотрудников правоохранительных органов и, обманывая граждан, похищают их денежные средства. Очередной жертвой афериста стала 84-летняя жительница Уссуриска. Пенсионерка рассказала, что в вечернее время на домашний телефон поступил звонок. Лже-сотрудник правоохранительных органов сообщил, что ее дочь попала в ДТП. И чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности, необходимо передать 900 тысяч рублей курьеру. Женщина сообщила, что таких денег у нее нет. Однако имеются накопления в размере 90 тысяч рублей. Пенсионерка выполнила все условия лже-сотрудника правоохранительных органов и передала деньги курьеру. Отойдя от шока, женщина перезвонила дочери, которая сообщила, что с ней все в порядке. Осознав, что стала жертвой мошенников, потерпевшая обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 22-летнего жителя Арсеньева. Полицейским задержанный рассказал, что в интернете нашел объявление о быстром способе заработать. После верификации на его телефон поступило сообщение с указанием адреса в городе Уссуриске, куда необходимо было прибыть в назначенное время, в качестве курьера и забрать денежные средства. 5% заработка злоумышленник оставил себе, а 85 тысяч перевел через терминал на расчетный счет своих работодателей. Следственным подразделением отдела МВД России по городу Уссуриску возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы. Если вы считаете, что подвергаетесь преступному посягательству, незамедлительно обращайтесь в полицию 102 или 112. Анна Дьякова, Новости на 8.